Комиссия по контролю за соблюдением масочного режима на всех видах общественного транспорта работает ежедневно. Нерабочие дни в Самаре исключением не стали. Инспекторы говорят, что пассажиропоток сократился. Каждый четвертый пассажир предпочел остаться дома. Однако среди тех, кто пользовался общественным транспортом, нашлись нарушители. За последнюю неделю составили 21 протокол административного правонарушения. Всего за все время проверок почти 600. Более 450 приходится на 2021 год. Не все в текущий момент осознают необходимость соблюдения установленных антиковидных мер. И мы, конечно, всех призываем все-таки соблюдать те ограничения, которые введены постановлением губернатора. За несоблюдение противоэпидемических мер придется заплатить. Штраф доходит до 30 тысяч рублей. Масочный режим должны соблюдать не только пассажиры, но и экипаж, кондуктор и водитель. В случае нарушения режима организации на нее накладывается штраф уже как на юридическое лицо. И в этом случае он доходит до 300 тысяч рублей. Кондуктор предупреждает, напоминает о том, что все пассажиры и экипаж должны быть в масках. Прежде чем зайти в подвижной состав, необходимо надеть защитное средство и приобрести билет, оплатить проезд и потом уже следует до окончания поездки в маске. Если кто-то из пассажиров будет без маски, кондуктор это сделает предупреждение. Экипаж праве остановить подвижной состав и вызвать полицию. Проверки масочного режима проходят во всех внутригородских районах. Перевозчик со своей стороны предпринимает все необходимые противоэпидемические меры. Перед выходом на линию подвижной состав обрабатывают специальным дезинфицирующим средством. Для кондукторов и водителей проводят инструктаж о необходимости использования средств индивидуальной защиты. А также рассказывают, что нужно предпринять и какой алгоритм действий выбрать, если пассажиры категорически отказываются надевать маски. Жителям города в очередной раз напоминают, наличие сертификата о вакцинации не дает права отказываться от соблюдения масочного режима. Мария Левина, Сергей Баскин, События.